Дорогие друзья, закончилась реклама, мы ждем ваши вопросы, потому что сегодня мы говорим о теме места силы, места, куда, приходя или приезжая, мы можем гармонизовать свою жизнь и изменить ее к лучшему. У нас в гостях Наталья Соколакова, человек, который занимается этой проблемой и часто бывает в подобных местах, и даже организовывает группы, да, Наталья? Да, совершенно верно. Мы сегодня об этом поговорим уже ближе к концу нашей программы, но сейчас, Наташа, хотела бы поговорить о том, вот вы сказали, что чем лучше человек, чем подготовленнее, да, человек попадает в это место силы, тем эффективнее будет его пребывание там, тем, скажем так, больше полезностей всевозможных он получит, да, пребывая в этом месте. А вот как нужно готовиться, Наталья? Ну, готовиться не так сложно, на первый взгляд. Ну, во-первых, сначала нужно желание. Нужен интерес. Вот даже если, Наташа, я вас перебью, вот, предположим, мы находимся у себя в городе, выходной день, и мы решили выйти на природу, да, где тоже может быть какое-то место силы, где мы можем подзарядиться этой силой. Ну, мы что, должны туда прийти с кучей каких-то своих проблем, мыслей, которые нас одолевают, да, или мы как-то должны внутренне успокоиться, опять же, для того, чтобы действительно оздоровиться, а не просто так провести время. Конечно, нужно, в принципе, внутренне расслабиться немножко, немножко нужно подготовиться к этому. А если ехать куда-то? Ну, то же самое. Во-первых, хорошо было бы прочитать про это место, чтобы, приехав, уже как-то себя подготовить. Все дело в том, что наша психика так устроена, что она воспринимает информацию хорошо только тогда, когда информация эта знакома. Если информация совершенно незнакома, то наша психика ее воспринимает в очень малом количестве. Человек не может все понять и осознать, и зачастую даже от этого отгораживается. Какой-то барьер, да? Да, барьер. Если он второй раз сталкивается с этой информацией, вот тогда он уже начинает более глубоко воспринимать и понимать, по крайней мере. И поэтому, конечно, хорошо было бы что-то почитать. Но даже если этого не происходит, человек просто едет вместе с группой куда-то. Вот внутренний настрой на что-то интересное, на то, что с ним может что-то произойти, важное для него, ожидание, причем позитивного, конечно, это очень важно. Это то же самое, как, знаете, вот настройка энергии. То есть как бы поток энергии идет в одном русле, и поэтому он увеличивается, становится мощнее. А что обычно хотят люди? Квартиру, машину, выйти замуж, родить ребенка. Такие глобальные же обычно проблемы стоят перед человеком. Возможно ли все это лишить одним махом, побывав в местах силы? Вы знаете, у кого как. В том же Перу, о котором вы говорите. Да, у кого как. Иногда и можно одним махом, даже совершенно неожиданно. Иногда это не совсем получается. Но вот приведу пример. От чего это зависит, Наталья? Это зависит от настроя человека, а также от того, насколько эти проблемы глубоки, насколько человек исказил себя, свою структуру, свои цели, действительно, то, к чему предназначена его душа. Здесь очень много причин. И очень важно, чтобы человек вскрыл эти вещи, хотя бы начал понимать. Тогда достаточно ли будет одного раза приехать на какое-то конкретное место силы, или надо поездить по нескольким, может быть? Ну, лучше, конечно, это сделать несколько раз, не один раз. Хотя кому-то может помочь и один раз. То есть все зависит от степени, от степени, от тяжести проблем человека. Бывает и один раз. Я просто хочу привести один пример. Когда вот во время, тоже на месте силы, во время церемонии, человек вдруг увидел всю свою жизнь. Знаете, как вот на картинке. Перед ним были разложены картинки от его рождения до старости. И он все это увидел. И он пришел в ужас. И он как бы сам для себя сказал, боже мой, и это моя жизнь. И после приезда обратно в Москву, знаете, его жизнь изменилась. Он переехал в другой город, он сменил работу, он сменил жилье. И, в общем-то, жизнь его вошла совсем в другое русло. И он сказал, что, наконец-то, я нашел то, что я должен был делать. Ну, это замечательно. Вот пример. Прекрасно. И все-таки тогда, по каким местам силы нужно путешествовать, да, возвращаемся вот к этим точкам, чтобы обрести вот такую внутреннюю гармонию. Итак, Перу. Да. Что вот, с какими проблемами лучше справляться там? Вот есть какая-то характеристика у каждого места силы, где, допустим, вот в Перу лучше ехать для того, чтобы исправить в своей жизни вот это и это, да, вот эту позицию. А на Алтае можно поехать вот за тем-то, за тем-то. Немножко, конечно, похоже на магазин, да? Что сходить купить? Может, такое потребительское отношение. Но, тем не менее, есть ли такая классификация или нет? По большому счету, конечно, нет. Место силы – это место силы. Это место, где встречаются два потока, которые гармонизируют внутреннюю энергетику человека. Другое дело, что внутри у самого человека. Если у него очень сильные перекосы в какую-то одну сторону, вот приезжая вместо силы, у него начинается выравнивание. А выравнивание энергетики ведет к тому, что, по мнению этого человека, в его жизни начинает что-то происходить, что не соответствует его представлениям ментальным. Потому что наша логика нам иногда говорит, вот это правильно, это неправильно. А на самом деле для этого человека нужно совершенно другое. И вот у него начинает происходить нечто другое, а его мыслительные процессы, представления, они ему говорят, что нет, это не так, это плохо. Мы привыкли к тому. Конечно, мы привыкли к тому. И он может начать воспринять это как нечто негативное. И вот в этом смысле люди говорят, что нет, это мне пошло не на пользу. Вот как. То есть в этом смысле надо тоже быть готовым, что пойдут изменения, и надо к ним относиться аккуратно. Вот, например, я слышала, мне не один человек говорил, даже из специалистов, что якобы людям, которые занимаются бизнесом, напротив, не советуют посещать пирамиды Хеопса. То есть ездят в Египет, вот в этих местах. Якобы бизнес после этого просто начинает медленно разрушаться, а у кого-то немедленно. Насколько это правильно, Наталья? Может быть, это просто домыслы? С моей точки зрения это совершенно неправильно, потому что места силы совершенно не связаны ни с бизнесом, ни с какой сферой деятельности человека. Все дело в том, что в этих местах просто корректируется душа человека. И что такое бизнес, что такое деньги? Деньги – это энергия. И финансовые потоки – это те же энергетические потоки. И деньги, на самом деле, они не принадлежат человеку. Это вот те самые потоки. И просто начинает выравниваться вот эта структура. То есть человек, видимо, вот эти деньги вкладывает не туда, куда нужно. Просто то, о чем вы говорите, человеку дают понять, что… Конечно. Происходит корректировка его души. А он считает, что рушится бизнес. Рушится бизнес, потому что ему нужно заняться или чем-то другим, или просто по-другому. Изменить свое отношение к этому. Вот и все. У нас следующий звонок в нашу студию. Но опять же, перед этим все-таки Египет и места силы в этой части нашей планеты. О чем здесь можно… Что это за места и чем они характерны? Ну, вот все знают про египетские пирамиды. На самом деле, каждая египетская пирамида – это место силы. Это искусственно созданные места, созданные людьми. И, по сути, они являются усилителями энергетики. То есть там место силы, да плюс они ее еще и усиливают. Да. И люди специально строили вот как пирамиды, дольмены, церкви. Это то же самое. То есть это усилители еще? Это усилители, да. Это некие такие энергетические места, маяки, да, которые имеют вот эту мощную связь с космосом и с Землей. Поэтому достаточно прийти даже в храм, да? Говорят, постоять под куполом. Храм, постоять, да, почувствовать что-то. Но здесь очень важны ваши мысли, хорошие мысли, вот хороший настрой. Потому что хорошие мысли – это тоже энергетика, это позитивное. И вот накладываясь на энергетику этих мест силы, как бы вот все в геометрической прогрессии удваивается. То есть и оздоровление, и психологическое состояние человека, его желания сбываются. Якобы это чудо. Но на самом деле, я говорю, это просто все энергетические процессы. У нас следующий звонок в нашу студию. Пожалуйста, говорите, мы вас внимательно слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, чтобы найти такие места волшебные, о которых вы сегодня говорите. Ведь вы согласитесь, что самому ездить по всей планете и искать свое место силы – это достаточно долго и дорого. Как можно ускорить процесс? Спасибо. У меня был заготовлен вопрос в третьей части, но можем сейчас, конечно, ответить на вопрос нашей телезрительницы. Ну, конечно, ездить по всей планете и искать место – это очень дорого, да это невозможно. Но есть общепризнанные места силы, о которых мы… Давайте перечислим их на планете. Все-таки мы с мира начали, а потом придем в нашу страну и в Москву. Пожалуйста, Тибет, египетские пирамиды. По крайней мере, туда всех возят. Туда можно купить путевку и поехать. Америка, Северная Америка, Великие озера в Канаде, разломы в Америке, в Мексике, да в любой стране это есть. Вообще все горы, на самом деле, все горы, особенно наш Кавказ, на самом деле, там очень много вот этих мест силы. И даже приехав на Кавказ, уже можно ощутить влияние этой энергетики. В Перу, Мачу-Пикче, озеро Титикака и многие пирамиды, которые там находятся в экскурсионных бюро, все это есть. То есть сам человек там может поехать? Конечно. Индивидуально? Конечно, может индивидуально, может купить билет и поехать туда. Может присоединиться к нам. Мы возим иногда людей тоже по местам силы. Может обратиться в туристическое бюро. Вы тоже по всему миру, Анатолия, организовываете эти тиркеры? Нет, пока мы не по всему миру, но мы собираемся на Тибет, пока мы только в Латинскую Америку, в Мексику, Колумбию, вот тот регион. Мы его уже освоили, мы его проверили на себе. Мы сначала всегда сами ездим, потом уже приглашаем людей. Пожалуйста, можно присоединиться. Уже масса положительных отзывов и результатов после поезда. Масса результатов и отзывов, и по здоровью, и по событиям в жизни. То есть обо всем этом мы рассказываем. Ну, вот наиболее яркие примеры. Приведите, пожалуйста, что происходило с людьми, предположим, после ваших, или во время ваших поездок по местам силы. Ну, первое, что всех интересует здоровье. Так. То есть, я приведу примеры. Например, приехал человек, у него болит позвоночник. И посетив несколько раз места силы, ну, правда, он целенаправленно как бы работал с собой. То есть про это думал, настраивался, лежал на камне. Плюс, конечно, посещал еще церемонии, которые проводились именно в этом месте силы. И уехал оттуда человек здоровый. Здоровый, да? Да. Или, например, вот тот же грипп. Это вообще очень просто. Грипп вылечивается сразу, да? Грипп вылечивается. Ну, по крайней мере, вот со мной так было. А судьбы как-то? Вот меняется жизнь? Какие-то повороты жизни? Да. Вы знаете, очень часто люди приезжают, возвращаются в Москву и отмечают, что мы вообще стали меньше раздражаться. Мы стали меньше обращать внимания на какие-то негативные вещи в своей жизни. Оптимизировались, да? Да, да. И как-то вот начало все складываться. Вот если до поездки у меня не получалось это, не получалось это. Вот я приехала, у меня как-то все стало получаться. Вдруг там на работе меня заметили, дали повышение. Вдруг какие-то отношения улучшились. Или я встретил другого человека. Вот такие вещи происходят. А на самом деле человек просто как-то вычистил, очистился, да? Конечно, он очистился. И стал более чувствительным к миру. Он внутренне немножечко сам изменился, и поэтому мир вокруг него тоже немножко изменился. У нас еще один звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем внимательно. Алло. 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 Да. Здравствуйте. Вот я вот слушаю сейчас вашу передачу. Вот вы рассказываете, да, про то, какой эффект положительные люди достигают, да, после поездок по всяким таким заряженным местам. Скажите, а вот какие-нибудь отрицательные эффекты ведь, наверное, тоже есть? Вот расскажите, пожалуйста, про это. Спасибо. Спасибо. Ну, я сегодня в начале программы «Крыс» об этом спрашивала. На всех ли одинаково влияет посещение таких мест и все-таки? Конечно, не одинаково. Вот какая здесь техника безопасности должна быть? Может быть так, что человек едет, очень хочет посетить место силы, но у него много страха. Такое тоже бывает. Страха какого, Наталья? Чего он боится? Вот люди боятся неизвестности. Он не знает, что там будет. А вдруг будет хуже, да? А вдруг будет хуже. А вдруг у меня случится что-то такое. А вдруг я узнаю что-то неприятное. И вот когда много таких внутренних страхов, вот тогда человеку может быть там очень некомфортно. Но это не потому, что место действует на него так. Это вот его вот эти собственные страхи. А ведь вы понимаете, там энергетика, там идет стык энергетики. И попадая туда, идет усиление. И возможно, что у него вот в какой-то момент могут усилиться вот эти негативные эмоции. Если он боится, так еще усилит, еще страшнее. Он может усилиться, конечно. И он напрягается еще больше. А любое напряжение, оно ведет к спазмам, головным болям и так далее. То есть вот здесь такое, знаете, может быть, хотя вот в моей практике этого не было, но может быть вот такой как бы параллельный эффект. Но опять-таки это не из-за того, что место силы плохо действует, а из внутренних страхов самого человека. То есть это бывает, я думаю, с меньшим количеством людей, но все-таки бывают, видимо, да? Такие примеры есть. Или, например, когда идут после этого изменения в жизни, а человек их воспринимает как что-то негативное. Вот в этом смысле со стороны может показаться, да, что на человека плохо повлияло. Просто никто не задумывается, почему это произошло и для чего. Для чего это человеку дано. Может быть, вот это разрушение, оно нужно ему для того, чтобы ему дальше развиваться. Ну как, знаете, болит больной зуб, да, но его же нужно удалять через боль. Конечно, конечно. И потом станет лучше. Поэтому, наверное, вот этот период какой-то болезненности, небольшой перемен, да, вот таких... Конечно. Которые мы, может быть, не привыкли, да. То есть человек, конечно, странное существо. Мы хотим изменить свою жизнь к лучшему. Да, но чтобы ничего не менялось. Но чтобы ничего не менялось. Да, чтобы вот выпить таблеточку на ночь, а утром встать, и все поменялось. Так не бывает, дорогие мои. Да, даже когда мы с вами едем в места силы, то надо быть готовым к тому, что изменения будут происходить, но их нужно правильно воспринимать, потому что они, мол, не всегда такими уж прямо приятными. Они могут быть не всегда теми, которые человек ожидает. Ожидают, да. И вот эта вот неожиданность, она как раз и может восприниматься очень негативно. То есть мы едем за счастьем, нам потом его показывают, мы говорим, ой, да ну, как-то вот я себе по-другому представлял, лучше дайте мне другое, да. Да, привычное. Привычное, да. Оно как раз вот ваше, привыкнете к нему. Да. И тогда это будет не в минус как раз, да, и в местах силы может быть ничего плохого и страшного, а будет и в плюс. Если только человек рядом с местом силы не попал на геопатогенную зону. Ага, такое тоже бывает. Такое тоже может быть, конечно. Такое тоже может быть, и вот тогда могут возникать какие-то эффекты, и он может связать это с местом силы. Хорошо, Наталья, а какие вот места есть у нас в России, да, и в Москве потом, чтобы перешли? Ну, в России первое это Алтай. Куда можно поехать? Алтай. Алтай, это вообще весь Алтай, это такое место очень мощное. В любое место на Алтай поезжайте. И вот в особенности гора Белуха, там вообще целая система чакр, очень мощное место, которое считается одним из мощнейших по принятию праны, энергии. Озеро Байкал, Кольский полуостров. Собственно, весь Кольский полуостров это место силы. Ну да, недаром еще Александр Пушкин писал, что где все волшебники были у нас. Конечно, Ладожское озеро, ну это все там находится, Соловецкие острова, Валаам, там много этих точек. Наш Крым на самом деле, вот где недавно найдено 39 подземных пирамид, их же не просто так там как бы в свое время создали. Это в каком месте, Наталья? Там по всему Крыму это разбросано. По всему Крыму разбросано. Наш Кавказ и, соответственно, наша Москва. Недаром там построены здравницы наши и курорты, да? Конечно, это не просто так. На здравительные комплексы. У нас Иссык-Куль, ну очень много мест, недалеко от Норильска, там правда очень холодно, вряд ли туда кто-то поедет. Ну вот немножко севернее Норильска, севернее города Якутска, Ленские столбы, это на реке Лена. Ну, в общем, можно перечислять очень много на самом деле. Таких мест? Да, таких мест. Ну и вот сама по себе Москва тоже необычное место. Да, вы давайте теперь ближе к Москве. Конечно. Москва находится на широте 55 градусов с половиной, северной широты. И на самом деле это есть точка золотого сечения. Мы все слышали про золотое сечение, это как бы числовое выражение законов природы, которые построены, собственно говоря, на золотом сечении. И вот наша Москва как раз есть золотым сечением. А на золотое сечение для чего отталкивается? Всей структурой природной нашей России. То есть это точка золотого сечения России. И России, да, и по планете, то есть это как матрешки, понимаете, там же много уровней. На уровне города, на уровне страны, на уровне всей Земли. И поэтому не зря перенесли столицу из Петербурга в Россию. Петербург тоже сильное место, сильная точка, но не точка золотого сечения. И внутри Москвы тоже есть очень много мест, таких природных мест силы. Например, смотровая площадка на Воробьевых горах. Одна из сильнейших точек. Так, опять же, не случайно? Конечно, не случайно. Не случайно, все не просто так. Не случайно, Царицыно, например... То есть весь парк Царицыно или там какие-то конкретные... Ну, в основном весь парк, там где-то побольше, где-то поменьше. Например, место, где вход в парк культуры. Тоже место силы. Парк культуры... Горького. Горького, имени Горького, да. Вот именно вот место где-то рядом со входом. А вот Коломенское тоже очень много легенд ходит об этом месте. Коломенское тоже самое, да. О каких-то двух камнях, женском и мужском. Да, да, и Коломенское тоже самое. И Поклонная гора, все вы знаете, да, Поклонную гору. Да, конечно. Это Кудузовский проспект. Вот это все мощнейшее. Еще есть места силы, которые более мелкие. Они сопоставимы, опять-таки, с чакровой зоной. Проводились исследования. Например, это линия метро от Сокольников до парка культуры. И вот там как раз располагаются как бы все чакры. Это некая мужская структура. Ну вот, например, сердечная чакра располагается на Лубянке. И что нужно делать тогда? То есть как простой человек может использовать? Ну, получается, что нужно туда приходить и работать со своей сердечной чакрой. Именно в этом месте. А вот, например, Муладхара, это самая первая чакра, это область трех вокзалов. То есть это зона выживания. И как раз считается, что Муладхара это чакра, которая берет энергию Земли для того, чтобы человек жил. То есть для его выживания. И вот как раз точка трех вокзалов, это и есть точка выживания. То есть можно туда прийти с этой целью. То есть линии станции метро, некоторые в Москву, они являются такими же местами местной силы, где можно решать какие-то конкретные проблемы. А вот, например, высшая чакра Сахасрара, которая нас связывает с Богом, это метро Кропоткинская, храм Христа Спасителя. Слушайте, как все уже просто все продумано и все мудро. Поэтому осталось, что касается москвичей, просто ходить по тем местам, которые уже существуют. То есть храмы, которые уже стоят в Москве, то наверняка это места силы. Конечно, любой храм в Москве это место силы. Это место силы. Потому что даже вот луковка, которая построена на храме, она не просто так построена. Это все взято из природы. А что вы имеете в виду? Вот наши купола с крестом наверху. Это все завязано с солнцем. Когда солнце испускает плазму, то там вокруг солнца сильнейшее магнитное поле, и плазма не может вырваться оттуда. И тогда вот это поле, оно меняет свою форму и приобретает форму, похожую на луковку. И вот сквозь эту форму вот эта плазма может проникнуть сквозь эту преграду магнитного поля и выйти в космос. И, собственно говоря, вот эта же форма использована у нас в церквях. Вот эта луковка с крестом в конце. Да, то есть стремление к абсолюту. То есть некий проход такой энергетики. Некий проход в космос и, скажем, в будущее, к Богу, к абсолюту. Наталья, у нас заканчивается наша программа. Поэтому в конце, подводя итог, вот такой еще простой вопрос. А если человек не может никуда выехать, ну, понятно, живя в каком-то своем городе, и используя такие природные места силы, конечно, можно пополнить запасы своего организма, энергии, можно ли, все-таки, если он не может поехать в Перу, в Америку, там, на озеро Титикака, там, я не знаю, на Эльбрус, можно ли использовать фотографии, допустим, картины с изображением этих мест у себя дома, или какие-то атрибуты, сувениры, те же пирамиды, да, они действуют, или это все-таки уже продукт, скажем так, родичной торговли? Нет, на самом деле можно, можно использовать, потому что фотография, она все равно несет информацию, это информация. Цвет, форма, это все вибрации, а это есть информация. Поэтому это все можно использовать, можно повесить картинку, и если человек будет с ней работать, на нее смотреть, думать про это место, пытаться его почувствовать, то через какое-то время, не сразу, конечно, через какое-то время он получит некий эффект. Если вы просто купите картинку, повесите у себя ее дома, в первый же день подойдете к ней и будете ждать... Когда произойдет чудо. ...каких-то изменений, конечно, такого не будет. Все равно нужно как-то наработать некую связь с этой картинкой, и тогда она начнет действовать. Это все реально. Это все реально. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. Надеюсь, что после нашей передачи к вам будут поступать предложения от наших телезрителей поехать вместе с вами по местам силы и как-то изменить свою жизнь. Еще раз спасибо, Наталья. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях была Наталья Сколокова, и мы говорили о путешествиях по местам силы, те места, которые дают нам здоровье, любовь, гармонию в нашей жизни. И это очень важно. Помните об этом. А еще и о том, что из любой ситуации всегда есть выход. И в этом вам поможет нить Ариадны, ваш надежный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания и обязательно будьте счастливы.